Добрый вечер! Сегодня в нашей рубрике «Дебюты» вам, уважаемые телезрители, предстоит ещё одно знакомство. Это знакомство с недавно родившимся в Москве театром. Сейчас в Москве рождается и появляется много новых театров, театральных студий, и всё-таки смею утверждать, что сегодня речь пойдёт о явлении совершенно уникальном, так как театр этот историко-этнографический. Мы видим, как растёт интерес к фольклору, ибо это диктуется самой необходимостью возрождения духовных истоков народа, так как никакая другая область, кроме фольклора, не притворяет вековые традиции народной музыки, его духовные накопления. Поэтому-то фольклорные праздники, многочисленные фольклорные фестивали, концерты фольклорной музыки вызывают самый живой интерес как специалистов, так и широкой публике. И на этом фоне возникновения нового фольклорного коллектива, наверное, и не было бы столь необычным, если бы коллектив этот не был театральным. Итак, фольклор и театр. Сам по себе этот сплав достаточно необычный, но это только на первый взгляд, так как сама художественная народная традиция глубоко театральна по своему существу и происхождению. Впрочем, речь об этом пойдёт впереди, так как сегодня в студии присутствуют артисты театра, с которыми вы познакомитесь у нас в гостях, вдохновитель, организатор этого театра, его главный режиссёр Мария Евгеньевна Велихова. Мария Евгеньевна, обычно, когда создаётся новый театр, это происходит от того, что в рамках уже сложившихся каких-то фур и театров организаторы не могут сказать что-то своё, не могут сказать новое слово. Как это происходило у вас? Вы мне позволите маленький экскурс в историю, да? Да, конечно. Вообще очень интересно, что развитие театра в разных странах на раннем этапе шло совершенно одинаково. Можно взять Персию, Японию, Россию. Театр развивался одинаково по двум линиям. То есть линии крестьянского театра – обряд, песня, чисто народное искусство. И профессиональная линия. У нас в России она, в общем, была выражена творчеством скоморохов. Но так у нас в России сложилось, что в 17 веке царь небезызвестный Алексей Михайлович, как бы мы теперь сказали, волевым решением, эту традицию пресёк. Началось гонение на скоморохов, возобладали традиции европейского театра, пришла труппа Грегори, а крестьянский театр, он заклох, собственно, уже на наших глазах в 20 веке. И театр наш стал развиваться как театр европейский. И вот пришла в голову такая мысль. А что, если попробовать возродить и крестьянский театр, и театр скоморохий, и пойти по этому пути? Но ведь для того, чтобы по нему пойти, нужно было бы воспитать актёров, которые могли бы этим заниматься. И вот в Щепкинском училище, при Малом театре, мы набрали первый курс, и с этим курсом стали возвращаться к истокам. Они, вот эти ребята, которые сейчас стали театром, которые здесь присутствуют, они с первого курса обратились к народному творчеству и к песне. Нам пришёл уже на первом курсе один из самых известных фольклористов Советского Союза, Вячеслав Михайлович Чуров. И мы стали учиться петь. Это было необыкновенно увлекательно, потому что, вот, когда мы первый раз попробовали, попробовали спеть, это был первый робкий такой опыт, но мы услышали это многоголосье. Мы услышали, как мы все звучим в хоре. Это необыкновенное впечатление. На меня лично произвело очень сильное впечатление, и всех это занятие народным пением, оно очень увлекло. И мы как раз тогда начинали работу над спектаклем по пьесе Александра Николаевича Островского «Снегурочка». И задумка как раз вот у Марии Евгеньевны была такова, что сделать спектакль не на музыке Чайковского или Римского-Корсакова, а взять те народные песни, которые предполагал Александр Николаевич, когда писал эту пьесу. Мы хотели бы, когда ставили эту пьесу, как бы коснуться языческих времен нашей истории. И ощущение это языческое, оно к нам приходило именно от песен. Именно от песен. Вот от звучания. Весна красна. Здорово ли вернулось? И ты? Здорово ли? Дед? Мороз. Эх, и уж ты зимушка, же до зима, до зима лютая была. И, ой, и уж ты зима лютая была. Ой, зима лютая же ты была, до день курила. Ночь мела, и, ой, и, ой, и, ой, ты до него, до день курила. Ночь мела, и, ой, и, ой, и, ой, ты до него, и, ой, и, от день курила. Ночь мела, и, ой, и, ой, и, ой, ты до него, и, ой, и, ой, и, до сих порожеки. ПЕСНЯ Готовясь к этому спектаклю, мы в какой-то степени стали обретать себя не только как там каждый человек в отдельности что-то стал ощущать, но мы начали как-то сплачиваться как коллектив. Мы начали ощущать друг друга. Это, вы знаете, в хоре всегда происходит, когда поют люди вместе, они начинают друг друга чувствовать. Вот, наверное, с этого момента стал возникать наш коллектив. Когда я видела Ваши спектакли, у меня тоже возникало ощущение, что люди, которые настолько прониклись этим материалом, они не могут не получить какого-то взаимодействия между собой. Что, несомненно, это происходит. Что сам материал, он не может не повлиять, может быть, даже на склад характера. Есть такое? Да, конечно. Есть, конечно. Отношения. Отношения, это близкие отношения. Конечно, Вы знаете, даже я могу сказать, что вот это событие в нашей жизни, то, что в нашу жизнь вошла народная песня, оно во многом нашу жизнь определило и в чём-то даже изменило. И Вы знаете, очень бы хотелось, чтобы вот это как раз всё, и, в общем-то, наверное, это и Ваша задача, чтобы это всё переносилось на зрителя, чтобы он, общаясь, чтобы зритель, общаясь с этим искусством, чтобы он тоже что-то уносил в своей душе. Совершенно верно. Вот я что хочу сказать, что мы, после того, как мы обратились к профессиональной драматургии, у нас был следующий этап. Мы попробовали обратиться, собственно, к крестьянскому театру. Мы взяли народную пьесу, игру «Пахомушка». Она сейчас уже не бытует, но она зафиксирована, она фольклористами записана. И вот мы попробовали к ней обратиться. То есть мы попробовали уже решать взаимоотношения, и ведь это взаимоотношения и между собой, и попробовать перенести это на зрителя. Мы начали играть с ним вместе. Вообще игра и такой буквально крестьянский театр имели смысл необычайно глубокий. Дело в том, что наши предки, будем так говорить, очень хорошо знали природу человека и знали, что в нём накапливается со временем какая-то отрицательная энергия. Она накапливается, это так оно и есть. И она требует какого-то выхода. И вот насколько было мудро, вот это всё продумано и придумано, чтобы эта энергия, она имела выход. Она выплёскивалась. В период святок вот как раз позволялось. Азарство, ну можно так сказать, мелкое хулиганство и какие-то такие шутки с элементом нахальства и даже где-то похабщины, что ли, даже можно сказать, если в общем-то говорить смело. Это разрешалось. Но на что я хочу обратить внимание. Насколько наши всё-таки, опять-таки, предки были духовны и гораздо художественнее развитее, чем мы. Потому что даже отрицательные энергии они находили, они умели её облечь вот в художественную форму. В художественную форму. Потому что, ну что же это ещё такое, как не художественная форма. Вот это наша шуточная свадьба, которую мы играем. Мамушка, бабушка, шаниться хочу. Ну, шанись так, аль так не втерпёшься. Давай, давай, садись. Из колодца вода льётся, через жёлоб сочится. Хоть и рожь, как рогожа, а шаниться хочется. Денька, пойдём за меня замуж. Рода нютья любовная, как надо тьё. А шногодёлки бить, а лишерно в мельничный мельць. Родёнкунька я! Родёнка! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Ах, юбка моя, да юбка беленькая, да сорок раз меня любили, а я целенькая. Красклелая, нетерпёстная, а мушолюбная ровно половина, деревцов сухоя. Может, она влажная и половая. Нет, 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 ничего, а ныне у себя девки влажные. У всех влажные! У всех влажные! Это влажные! А ты коровушу и Микиту не надейся на луку! Ты, старик, любив старуху, не надейся на знаку! А что, старуха, собственно, нужно лопучить, что ли, а боковой гречек не надоть нам? Не надо! Пусть оберложет! А меня, милый, изменил, а я упал оберложет! Пусть оберложет! А меня, милый, изменил, а я упал оберложет! Что ж я, дура, падаю, да перед Евсой гадаю! А что ж ты падаешь, не падай! Я на мельце бывал, я одну девку целовал, а другая из куста, и меня не ради Хреста! А я, у меня, милый, старуха, не пахнет! Наши девочки! Да, у меня, милый! Ту-у-у! Девочка, пойдешь за меня замуж! Ой, скосил горь пёсью, а ль голодуешь! Любознателен к прознанию! Маленько томится! Ой, скажу Лоське саму, что со мной балуешь-то! Милая Вася, дай мне руку, я не овожусь с яйцом. Милая Вася, дай мне руку, я не овожусь с яйцом. Маша, какая-то доля получилась. Маша, давай, давай. Ты пляши, пляши, товарищ, зёбы выколочивай. В своей дрожечке ходи, к моей не заворачивай. Маша, давай, давай! Ой, милая, милая, милая моя моя, мелье своя. Мякумала~! Яма, милая моя, милая моя, не то ни, чего? Да где пься идёт! На что намекаете? Или тёнь да и тё, а что обманываетёт? Зайшла, милая моя, милая моя моя! Ой, а я в дурман-то взошла, грех то какой, сука, дядя-то чистоты мою и голубинку, сука, 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 сука. Гостиночки приваливай, я такую молодую замуж уговаривай, рано ее замуж-то сдавать, ой, нездоровой натурой. Детюшка молодая, сердечушке алмазным, сегодня че в супирный союз зайдеть хочу. Посиди, посиди, мать-друг, спусти, критяшка. Как я выйду на крыльцо, охоламнуть свое лицо, приоткрою белую грудь, приголубец кто-нибудь. Не страдайте этих грудюжей, пройдет осень, дадуть мужа. Дадуть мужа, ее он полюбите, попьете, приголубец. Я гуляю, как собаки, только нет ошейника, не бросайте вы, девчата, под меня мошенника. Да, и что? Давай, давай! Пойдем с меня домой! Вы что, я же сказала, не шугай меня, ручишься меня мышками, ах ты какой, а! Ах ты? Ой, не могу, маменька, твой сынок-то, трясут пиаринной, вот я этот самый под хвостик ботый, губной ляду. У тебя языком хлебать, помялом кашу хлебать, ловить по уму неосплатному, помялом поганый я. Что ж ты, великий, не можешь свою мамушку унять? На деревеньку спущаешь меня в детную руку. А-а-а-а! Агаденька, погаденька, тебя за ушми ходить, тот дошить, другой дошить, только ёпочка дошить. А-а-а! Чего? Да, товарищ мой, товарищ, ты товарищ дорогой, и зачем моей товарочке попов это основной? А-а-а! Стой! Не ехай, не ругай, вся милёнка вы семья, не хожу, не ныбиваюсь, да не берите вы меня! Да чего? А-а-а! Чего ты? Ты, мотанечка моя, виноват ли, что ли я, виноват ли, что ли я, не берут наши тебя! Кроме того, это ещё имеет гораздо ещё более глубинный смысл, который тоже, в общем-то, не сразу так можно понять, но это имеет смысл очищения. Через вот это вот выворачивание наизнанку человек как бы очищался, и к следующему периоду вот года, года трудового года, он уже как бы выходил очищенным, таким светлым и более приближенным к Богу. Он как бы освобождался от этой энергии. И ещё мне хочется сказать, что это имеет очень большое современное значение, наш спектакль, вот на первый взгляд такой как бы шуточный. Потому что сейчас мы все очень переживаем, как у нас много хулиганства, безобразия всякого в мире, какая у нас молодёжь, в общем, мы не культурные, не вежливые и так далее. И везде мы видим хамство, и очень многие на это злятся. Но, может быть, надо, в общем-то, не злиться на это, и особенно на молодёжь как-то вот не обозляться на неё за это, а подумать, прежде всего, почему это происходит. Потому что, ну, вот наши предки же знали, да, что это есть. Обратиться обязательно. Конечно, наверное, такого, как было, это, наверное, уже невозможно так ввести в нашу жизнь органически. Ну, почему? Ну, так вот, ну, насадить как бы вроде. Ну, хорошо, а на спектаклях? Вот зритель вот вовлекается? Ну, обращаться, конечно, надо. Да, зрителю очень нравится. Очень. Очень. Ну, во-первых, мы с ним играем. Мы играем и в зале, мы играем с ними. Они, кстати, вовлекаются в это. Да. Они не зрители, а не соучастники. Они участники. Это игра. Да. Я любой, это любой, поцелуемся с тобой. Пусть люди не моются, я бы и поцелуются. Хорошо. Ой, послашь, послашь, поцелуй. Мать, пусть поголубят. Поголубят, поголубят. Поголубят, поголубят. Достойник. Девка-то к делу союзная. Ага. Потому истинно дева, без сумлений. Да подлинно дева. Вяльчат по вязё. По церкву. По церкву. Эту игру именно мы играем в подлинных народных костюмах. Да, ваши костюмы превосходные. Мы играем там в костюмах Рязанской области.